Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Как ты относяшься к фразе «Главное не запускать чувства между двух половинок»? Очень даже хорошо Смотря с какой стороны смотреть Ну вот смотри, когда мы возьмем тренинги, которые есть в психологии Все такие умные, когда говорят о чувствах, говорят о вине, обиде, о гордыне, о жадости, о зависти и так далее То есть весь спектр эмоций О программах, о эмоциях Программы эмоций, да То есть чувства заменены на эмоции Роботы, автоматы И тут же подсадка Ты без нас не сможешь проработать И подсадка на психолога И все, и Овен пошел Травматик побежал Хватила хапку, да, и побежал Да, да, да Понимаешь, и этому и учат Учат, как клиента захватить И как вести его за ноздри А это не о чувствах Это о программах, то есть эмоции Эмоции, это ум Человека начинает разрывать Ум всегда будет, что о чем Это программа, которая всегда будет камнем вниз Так вот, когда мы говорим про чувства Смотри, даже подмены Как есть, я чувствую сердцем Не сердцем ты чувствуешь Дорогой дружочек Не надо на сердце Сваливать Чувствовать у тебя вот здесь Кто-то чувствует здесь Своей умной головой Я чувствую, что он должен поступить Вот так-то и так-то И уже умом продумал Почему и зачем он так будет А при этом, смотри Очень часто человек Какое движение Автоматически делает Я чувствую Автоматически А еще это так вдруг Ну тогда говорят Душа Тогда это душа Ты знаешь Ну если ты сейчас скажешь Что чувства у нас В районе вилочковой железы И вилочковая железа В этом активно участвует То тут же найдут врачи Найдутся Которые Ха-ха-ха У них вилочковое чувствует Да-да-да И это все очень быстро Кстати Вот на эту тему Вот все эти ложные представления Они очень классно подсвечены В ролике У меня сейчас ролик на ТикТоке один Про ногти Уже больше миллиона Ста тысяч просмотров Вот на сегодняшний день И я даже могу Теперь сказать Как снимать такие ролики Вот Которые пойдут в топ В качелей Уже есть опыт Уже есть понимание Как коллективное Будет реагировать И на чем оно будет Цепляться и работать Ну То есть до меня дошло Это дело Уже пронаблюдала Но суть в том Что У меня там была фраза Я сказала Свои-то ногти живые А Когда ты под гель-лак Они становятся мертвы Они становятся желтыми Кровкими Недышащими Сколько комментариев На тему Что ногти дышат Ха-ха-ха У нее живые ногти И они дышат И я читаю И понимаю Ну ты слепая Ты не видишь Желтые ногти Ты не видишь Как они Облазят Как они слоятся И так далее Человек не способен Эти вещи чувствовать Когда Я сказала Что нарушилась чувствительность Там Человек тоже Точно так же смеялись Ха-ха-ха У нее ногти чувствуют Подожди А ты когда берешь Волосинку с пола С длинными своими ногтями Маникюром Ты ее легко можешь взять И вот эти вот моменты Которые там были Подсвечены То есть момент Вот живого Которое стало Неживым То есть что мы относим К живому Что мы относим К неживому И оказывается Что человек Вот он привык Что ногти Это роговевшая Мертвая ткань Значит мертвая Значит неживая Все И он уже Отрубил И он мозгами Не допускает Точно так же По вилочками Медицина сказала Что она должна Отключиться После 25 лет Все Она уже не работает Все Я ее выкинул Она дальше Должна усыхать И отмирать Все Она свою роль Выполнила Я вырос И я когда Вот это Все вижу Я понимаю Если ты С таким подходом Приходишь То у тебя Она и работать Не будет И у тебя Ближайший путь Это на кладбище Ровненько По коллективной Программе Вот твои чувства Это твои эмоции Больше ты не способен Ничего чувствовать И тогда Подсознание Чтобы запустить Твое чувство Оно вынуждено Тебе в задницу Воткнуть в штырь И сказать Пускай тебе болит Вот через боль Ты все равно проснешься По другому механизму Но при Да Именно Но при этом Имеет право быть И то И другое А именно ты Когда ты себя чувствуешь Ты можешь выбирать Какой тебе Инструментик взять На самом деле Нет ничего Плохого И хорошего Я сама Делаю ногти И мне это Абсолютно Не мешает Нечувствительности Моей Абсолютно Это мой выбор И вот это Есть чувство Себя Когда ты видишь И плюс Видишь и минус Или видишь Это как взять нож Вот нож Возьми нож Ножом можно убить И в то же время Ножом ты можешь Порезать все Что у тебя там Мяско Или приготовить пищу Или воспользоваться правильно И сказать Что нож Это плохо Не скажешь Нет Тут я согласна Те же самые Ногти летом Это прекрасно Особенно грядку Полоть Если это Если это зимой Можно дать отдохнуть Никаких проблем Можно встроить свою жизнь И ты сам определяешь Как ты будешь Играть с этим делом Абсолютно Я сейчас не про то Что хорошо Что плохо Нету хорошо Или плохо А тут полностью согласна Я про живое Неживое Просто Есть вера в медицину Которая вдруг сказала Это неживое Волос Он мертвый А ведические эти говорят Волос он живой И это антенна космическая Во что ты поверишь Такой волос у тебя и будет Вот суть Да Суть именно в этом Что ты выберешь Для себя Что ты выберешь А человек Он не знает Этим поверил Потом этим поверил А почему Потом опять этим А теперь еще этим А почему Потому что его нет для себя Человека Он не чувствует себя И поэтому Сегодня красное Значит красный флаг А сегодня белое Значит белый Свадьба в Малиновке Свадьба в Малиновке А где мы сидим Да Точно Флаг меняется Тут на самом деле А суть-то в чем В кайфе В жизни То есть ты кайфуй Ты чувствуешь себя И ты можешь наблюдать Здесь промчались Белогвардейцы Здесь промчались Красноармейцы Красноармейцы А у меня зеленая травка И солнышко светит Ты только уточни какая Вот тоже пожалуйста Выбор Травка Вот пожалуйста У кого-то это хазон Моим реальность Это хазон А ты подсветила Сейчас что Вот он Степ Степ Когда мне вот Буквально на днях Сказали В Москве Подарили нам Это Цукаты из шишек Да Я не знаю Ты пробовала Или нет Еще не пробовала Я Цукаты из шишек Я беру Вот Да в руки И понимаю Так Шишки Я вижу натуральные шишки Я такая Ну надо же попробовать Я открываю Беру шишечку Шишка Я понимаю Это натуральная шишка Цукаты из шишки Ну и я беру в рот Я приготовилась взять Знаешь так Прикусить и шишку взять в рот Да И вдруг я понимаю Я взяла шишку в рот А я кусаю Она мягкая Как мармелад То есть она Настолько Пропитана Да Что она вот Она такая вкусная Это цукат Да И я рассказываю Там Человеку А мне говорят Шишки курят Они едят Я говорю А что Что их курят Понимаешь А мне А мне он говорит Это вот Вот это Я говорю Впервые такое слышу Что шишки курят То есть у каждого Своя реальность У моей реальности Уже шишки Не только я их вижу На деревьях Я уже их пробовала Курила еще А я нёзы посыпаю На зиму Чтобы они не вымерзали Представляешь Вот Мои реальность Уже шишка Теперь вкусная Вот я к тому Что Также и с травкой Травка Моим Газончик И солнышко А тут оказывается Травка Каждый выбирает Как ему жить И как ему С этой реальностью Вообще Дружить Ну да Вот Насколько это все А вилочковое Вот Просто Я не знаю Назвать это органом Ну это орган Да Назвать Органом Назовем Орган чувств Орган чувств Который И значит Ну вот не просто так Прям вот Не просто так Очень круто Медицина Этот орган Перечеркнула И сказала Он дохнет И он вам не нужен Вы роботы Идите на кладбище Валите Вы мертвые Идите Зомби Бога вынесли Религия Поаплодировала Медицина Лишила этого органа Он Дохнет Этот орган Все Зомби Апокалипсис И живем Как роботы Автоматы Не чувствуя себя Летя на эмоциях Служа авторитетом Слушая Кого угодно И не зная Кто я И главное полностью Неблагодарные Как свиньи Солнце вообще Неблагодарность Вообще никак Вообще никак Только благодарность Если в виде поклонения Благодарю И поклоняюсь Лицемерие Лицемерие Вот оно А вилочковое Это тот орган Он который Поет Это то самое Счастье То самое Счастье Да Вот то От которого Человек оказывается В нем счастье И радость И чувствуем Да Отказывается Да Когда человек Вот когда Каждый же был Хоть на секунду Но счастлив Да И что тогда Светится все Туда и глаза светятся Потому что Внутри света Столько Но никогда Человек даже Не подумать Не может Что это в нем Постоянно живет Что это он сам Перекрывает себе Нет Нет И все Это Это как Бог послал мне Или там Кусочек сыра Или там что-то А счастье Оно всегда Всегда Ты уже В этой жизни Ты уже есть счастье Само счастье Нет Не вери Ну тогда Ну тогда Видишь Тогда надо Человека Заставить Заставить Поверить в себя И вернуться в себя Более того Это Это еще Вернуть Вернуть здоровый орган На место того Который он уже Высушил Поверив медицине Это работа И на физике И на психике Это На самом деле Это вернуть сознание В тело В тело И тогда материя Вернуть Бога домой Да И тогда материя оживает Когда сознание Есть в теле Потому что Если нет сознания Тело рухает Что мы и видим Постепенное угасание Потому что Сознание Вернуть в себя То есть Стать у роля Своей машины Ну вот Ты знаешь Мы сегодня вечером Запланировали практику Запуск Запуск чувств И это не стандартная практика Мы просто напролом Самыми короткими методами Идем к тому По нашим наработкам К тому Чтобы человек Начал чувствовать себя Именно себя Не кого-то И тогда У него спектр чувств Вернется Вместе С Связанным жизненным опытом Это чувствуется Как если бы И дальше человек Опирается на жизненный опыт Вот Вот тогда у него Работает вилочковая Но тогда получается Что где-то там К ней еще подключается разум А мы-то разум Привыкли относить К головному мозгу Кстати Кишечник очень классно Управляет головным мозгом То есть В кишечник Закинь какой-нибудь токсин И очень классно Головной мозг На этот токсин отреагирует Через легкие Вкурил Получил В желудок Закинул Получил И Так что тогда У нас разум В мозге Нет Где Где этот разум Разум Он же как раз Управляет чувствами Ну где-то Он приконнекчивается К этому телу Так где Что-то разум Поэтому У зомби его и нет Там ум Ум Да Ум В мозге Причем Либо в левой половине Либо в правой А в двух Одновременно На этом Ну точно так же Как у части людей Есть он сверху А у части снизу У части спереди У части сзади Слушай, Степ Вот этот вселенский Когда смотришь Вот в наблюдении И просто Просто ржака берет Постоянно Потому что Это на самом деле Степ Крутейшая игрушка На Степе Вообще крутейшая Сам Ну не знаю Сам это даже Не сравнится Потому что тут Нечем сравнить Это вообще Офигенная игрушка Танчики рядом Не стояли Да Вообще Не лежали Не ползали Да Да Поэтому Вот все Что касается Чувств Сперва Ты запускаешь Чувства А потом Ты понимаешь Что А именно Так ты Создаешь Реальность То есть Если ты Хочешь создавать Реальность То Без чувств Без чувств Ты никак Ты никак Ты никто И звать тебя Никак Без чувств Да Ты просто Робот-автомат Без чувств Ты Робот-автомат Ты ум Ты машина 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 Которая родилась Потом выросла В соответствии С коллективными требованиями Потом размножилась Потом отработала До пенсии Оставив себе Подобные машины И потом Твое место на кладбище Все Зачем рождался Зачем жил Да Чтобы размножиться И уйти на кладбище Где смысл Ну неужели Игрушка была бы Настолько тупа Чтобы смысл был В размножении Ну Размножение Да Вот эта тема Она у меня прям Вот На самом деле Размножение Тема стоит При этом Она Ведь Она Когда это в любви Это действительно Это Это есть Как сохранение Этой игрушки Да Смотри Материя штампует тела Материи Очень важно Копировать тела Копировать Копировать То есть Воспроизводить Воспроизводить Материи важно Куда сознание Постоянно Как в ловушку Попадает Как в ловушку При этом я не обесцениваю Материю Но суть в том, что вынесенное сознание, вынесен создатель, создатель вынесен, игрушка запущена, и автоматически материя не может нештамповать для того, чтобы игра продолжалась. И только игру можно поменять тогда, когда сознание проснется. Пока сознание спит, автомат работает, тела воспроизводятся, сон продолжается. И только проснувшись в теле, в игрушке, проснувшись, ты можешь перенастроить ее. Это отдельный кайф. Да, еще какой. От этого столько интереса появляется в жизни, и столько экспериментов, столько... Только одна мысль о том, что ты можешь, внеся сюда изменения, получить изменения там, уже все, у тебя... и пошли эксперименты. Да. Это невероятно. И у тебя тут же ресурса на 100 жизней. Ресурс, он постоянен, он бесконечен. Ведь та же погода, да, это же все. Вот, казалось бы, человек говорит, погода от нас не зависит. Как раз таки, только от нас и зависит. Только от нас. Погода вообще, это зеркало, которое показывает наше внутреннее состояние. Оно показывает... Если у нас внутри солнце, мы это солнце видим снаружи. Да. Если внутри дождик, мы этот дождик видим снаружи. Да. Если тебе похорь на улице, то там идет то, что создала коллективное. Потому что ты в это время занят там в доме. И тогда благодарность коллективному, что... Что поддерживается автоматически. Да, но при этом ты можешь видеть, о чем мыслит коллектив. Да, да, да. Это вообще просто настолько круто, невероятно. И вот то, что там вчера, да, был закат этим северным сиянием у нас в Беларуси. Я просто знаю, что это... Я когда вот это увидела, я понимаю, блин, сознанием просыпаемся четко. Рассвет пришел. Рассвет пришел. Прямо вот будить хочется, потому что четко понимаешь, что тело образно, да, тело сейчас поворачивается. А когда мы во сне поворачиваемся? Когда чуть-чуть просыпаемся, да, и в этот момент так... Кольчик просыпаемся, знаешь, так на ушко. И сознание... Ну, я просто вот знаю, что это об этом. Это об этом. Оно по-другому не может. Меняется игра, меняется. И игра меняется в крутую, в крутую игру. И создаем ее мы. А когда ты еще это четко знаешь, что это мы и только мы создаем, то ты тогда в этом направлении и действуешь, и наблюдаешь, и создаешь, и наблюдаешь, создаешь, и наблюдаешь. Как спортсмен. Хочет добиться своей... Ну, вот цели того, что вот ему хочется, да, он добивается ее повторениями, повторениями, повторениями. Вот это получается, да. Так, по сути дела, наш весь путь в инфодайинге, это тренировка, 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 тренировка на людях, на людях, на людях. Там сработало, там сработало. И фиксация внимания на положительном результате, на положительном. Да, были промахи, были неудачи, было... Я их не помню. Я их проехала, они остались позади. Только концентрация на результат. И вот благодаря этому, как результативность росла. Даже вот если брать, помнишь, самое начало тренировок, попадание вообще в информацию, если проверять было ее на объективность, было, ну, не больше 20%. Потом 30%, 40%. Помнишь, 52%, когда мы примерно прикинули, у нас первая цифра вышла, 52% попаданий. Когда вот, ну, просто статистически просчитать, сколько попали мы, сколько попало в объективную информацию. Вот когда было впервые 52%, это было 19-й год. Через 50%. Да, перешагнули через 50%. Все, вот тогда поперло, а потом 80-90. А на 90, сколько мы висели? Ой, пока есть объективная реальность, ты продолжаешь висеть на 90. Мы зависели, да. Зависли, да, были, да. Зависли, были. И только 22-й год. А потом, ты пункт. 22-й год, стирание объективной реальности. Да, и все, соточка. Будет так, как мы сказали. Вот сказали, так, значит, так и будет. Других вариантов нет. И это наша игра, это наш интерес. Хотите, вот идите за нами, да? Не хотите. А не хотите, не играйте в нашу игру. А у нас игра офигенно интересная. Просто вообще невероятная. И это наша игра. И подтверждение. Это как в песочнице. Звонит человек, с которым общались год назад. И говорит, вот вы тогда сказали. И вот оно. И я так начала делать. Я счастлива, у меня жизнь другая. Вот и все. Вот оно подтверждение. Аллах Амбар. Да. Хотите, играйте в нашу игру. Не хотите. Это так же, как я начала с того, что в песочнице, да, дети. Одни играют в это, другие в это. А ты пришел, и ты понимаешь, где тебе интереснее. И пошел. А это о чем тоже? О чувствах себя. О чувствах себя. А дети чувствуют себя. Они чувствуют. Это мы, родители, лишаем этих чувств. А на самом деле мы обязаны раскрывать, да, чувствовать себя. Это свобода. И ребенок, вот на ребенке мы можем учиться, как чувствовать, вспоминать сами даже, как чувствовать. Дети же, они открыты, они искренни. Они идут, ой, здесь я, и садится, играет. Да. Те же самые дети, да, родители обычно перекрывают. Ты должен это, ты должен это, ты должен это. Это, вот тебе математика, физика и так далее. Свои, да. Свои военная подготовка, еще что-то. Свои какие-то программы, которые я не реализовал, да. Да, вон религию пытаются, слава богу, в Беларуси есть разум, тут хоть религию не допускают в школы. Но суть в том, что, а если бы ребенка с детства учили благодарность, а почувствуй, как чувствуется благодарность. А почувствуй, а почувствуй, а почувствуй из благодарности потом вот это развитие спектра чувств и прикрепление к жизненному опыту. Это чувствуется, как если бы ты сделал бы так-то, а тебе бы ответили так, как бы тебе было хорошо или плохо. А как сделать так, чтобы ты остался в благодарности, и этот человек в благодарности? И фух, и по-другому развивается ребенок. И смотри, вот эта чувствительность, она дает озарение. А озарение – это двигатель научно-технического прогресса. Это то, что полностью стоит крест на войнах и на распрях. Потому что какие распри, если ты благодарен? Какие конфликты внутри? Если ты благодарен, значит, у тебя свет внутри. А озарение – это значит, это ты, твой искренний интерес. Ты чувствуешь себя, ты знаешь то, чем тебе хочется заниматься. И поэтому озарения они не могут не быть. И вот смотри, ты не можешь выключить чувства у человека. То же самое чувства, те же чувства к своей стране. Ты можешь только полотном совести в черном зеркало. Ты можешь только полотном, да. Вот смотри, я недавно наблюдала ролик. Тут сосед вернулся в Беларусь, он уехал. Потом у него здесь свой большой центр спортивный. И вот недавно его видео, он слезами говорит, ну, совершил ошибку там. Это не покаянное было видео, это его ролик, где он сам записал. И он совершил ошибку, говорит, ну, я чувствовал, я так люблю Беларусь. Я вернулся в Беларусь. И вот он говорит про чувства, да. Вот именно его чувства вернули его назад сюда, в страну. И я понимаю, что на самом деле ошибку может совершить любой человек. Да, но именно чувства возвращают домой. И это чувство, оно всегда сопряжено с благодарностью. Благодарностью за тело, за землю, за те результаты, что имел. За что он себе головой придумает, но на самом деле он просто благодарен сам себе за то, что он здесь родился и вырос. Так вот, когда человеку ставят запрет и говорят, не выпущу молодых специалистов, там, столько-то лет отрабатываете, запреты не работают. А вот чувства работают. Чувства, когда ты благодарен. Но чтобы он был благодарен, когда он заканчивает ложь, лицемерие. Чтобы он, когда заканчивал институт, ему не хотелось никуда уезжать, надо, чтобы он был благодарен. А как он может быть благодарен, если вы его этому не учите? Если вы ему чувства перекрываете? Где обучение чувствам в школе? И где она может быть благодарность, если говорят, вот это плохо, а вот это хорошо. Разделение, да? И при этом еще и ограничивается. То есть, на самом деле, вот в этих фразах каждый родитель может услышать себя. Ведь на самом деле ребенку, я говорю, это плохо, это хорошо, да? А здесь я, а где-то здесь я ограничиваю. Все, вот так обрезаются крылышки у искренности. А вот теперь смотри, и тогда ребенок, как он учится или живет, как? Он, знаешь, он боится совершить ошибки. Или же, если совершает ошибки, он себя за них корит, не прощает. То есть, цепляется уже за ним и тянет дальше жить. Либо еще хуже, это когда он не признается в этих ошибках, а начинает валить еще больше кучу ошибок на эту ошибку. Начинает лгать, запутываться, представлять, то есть, всем доказывать, что это не ошибка, а это так вот единственно правильный вариант. Все, пошло искажение. Искажение лучше, вот болезнь. Вот ты сказала про этого человека, да, вот он в ролике, да, он сказал, я не смотрела, но я просто сейчас слушаю тебя, делаю такой вывод. На самом деле, что человек сделал? Он не побоялся признать свою ошибку. Ну, ошибся, ну, это нормально. В школе... Он просто рассказал свои чувства. Он просто рассказал. Он рассказал своей любви. Он просто искренне рассказал, да, он сделал ошибку такую, но и при этом благодаря этой ошибке я почувствовала, что я вот хочу все-таки, я люблю Беларусь. Это то же самое, как в школе. Вот у меня Дамирка, например, он вот буквально даже вчера со Светой разговаривал, и она мне сказала, говорит, вот боится совершить ошибку, и поэтому боится учителя. Говорит, я учу его, Света, говорит, что это нормально, совершать ошибки, для этого и учитель. А он говорит, а Дамирка говорит, мама, говорит, меня же тогда ругать учитель будет, кричит. А я говорю, это уже не учитель, а при этом это учитель высшей категории. Представляешь, а учитель высшей категории, который кричит на ребенка за ошибку, ругает ребенка, и ребенок боится. Что ребенок будет делать? Он, во-первых, эту ошибку, он даже ее не запомнит. Он ее не осознает, не запоминает. Он не осознает. Во-первых, она для него болюче стала, значит, он ее вообще забудет, а забудет, это значит, он будет ее повторять, зациклиться. То есть, и он, знаешь, закрывается, замыкается. Так вот, роль родителя, да, вот эти вот ограничения, снять оковы и показать ребенку, что ты свободен. А учитель на самом деле на своем месте стоит, его обязанность учить и понимать, что ребенок не пришел как профессор в школу и все, и не должен совершать ошибки. А это нормально, ошибка, значит, ты, учителя, поправляй. Покажи ребенку, но это все с любовью. Покажи еще что-то, еще что-то сказать хотела, но забыла. Покажи, раз, то есть не создавай вот эти оковы, да, а видишь, как учителю, я высшей категории, и, значит, он на ребенка кричит. На ребенка, а, вот сейчас вспомнила, на ребенка кричит и замыкает, да, мало того там, вплоть до того, что было вообще, у меня было желание пойти, посмотрите глаза этому учителю, в гимназию. Рисунок, Дамир, ну, там дети все делали или рисунок, или поделку, поделку какую-то, и дети делали, Дамир уже сделал, и он называет учителя, я уже сделал, да, он довольный, он хочет, чтобы учитель посмотрел, да, я уже сделал, она не обращает внимания, я уже сделал, называет, она не обращает внимания, я уже сделал, ребенок во втором классе, она поворачивает, и что ты кричишь, берет его, эту поделку и разрывает на всех, представляешь, представляешь, что сделала? У ребенка шок. Представляешь, это учитель высшей категории. Это женщина. Представляешь, я, Света пошла, она пошла там к директору, пошла, разбиралась, говорила. Вот, но мне очень хотелось посмотреть в глаза, потому что это неадекватный человек. Это очень больной человек. Это больной, травмированный человек, который ненавидит детей, ненавидит работу. Если ты ненавидишь ребенка, зачем ты приходишь вести занятия? Да, да, да. А смотри, еще возьмем. Но это ум, она же умная, она на высшую категорию смогла сдать робот-автомат. Робот-автомат. Но чувств нету. А чувств нет, 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 любви нет. Любви нет, ничего нет, таких детям допускать нельзя. Да, это знаешь, как автомат, это автомат, который вот нож, который оттекает, зарежет, режет, 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 да. Это конвейер такой, это страшно. Но до миру, значит, и Свете это надо пройти. Я им показываюсь, это моя очень сильно, очень, вообще начала вещи видеть, действительно видеть разум, чувствовать, вернее, чувствовать, разумно смотреть на жизнь. И она стала подсвечивать до мерки. Хорошо очень. Я еще хочу что заметить. Вот, ну, смотри, как ставят в школах, в гимназиях оценки? Это вот сейчас, я не знаю, в курсе ты или нет. Значит, десятибальная система же у нас, да. Если ребенок написал работу и сам исправил, то есть увидел, проверил и увидел свою ошибку, и сам исправил. Как ты считаешь, это ошибка? Нет, нет, снимается бал. Офигеть. Представь, это, это кто может? Это только ум может такой. Если ребенок сам исправил. Наказывают за ошибку, смотри. Наказывают за то, что ты сам осознал виду. Исправил, исправил, исправил. То есть, представляешь, ну, это то же самое, что ты, например, украл, вернул, и тебя за это посадили. И тебе за это, да, да, да. Да, смотри, и объясняют это так, что нет, грязная работа, грязная работа, прикинь? Ну, люди, это же наоборот. А как же ребенок учиться? А как же, да, да. Разве за это бал снимать? Вот поэтому школьную систему сейчас перетряхивают. И правильно, и правильно, и надо это делать, давно надо. И благодарность, и чувство надо вернуть в школу. И надо вернуть в школу специалистов, которые любят детей. Убрать вот этих вот, которые от ума. Человек должен быть на своем месте. На своем месте. Вот это стежность. А это что? Озарение. Это что? Чувство себя. Это интерес. Это знаешь, что тебе интересно. Не идешь для того, чтобы, как ослик за морковкой, деньги зарабатывать, выслужиться и свое эго потешить, и ум. То есть программа своей. Да, самоутвердиться. На детях, на детях, на этих лучиках солнечных. Сожрать и пересурить. Вместо того, съесть, да, съесть. Вот он, это тот паразит, который птичку, которая родилась, птенчик, вот лететь, да. А он ему крылышки ням-ням-ням-ням съел, и будешь червячком. То есть все, ты не будешь летать. Я не летаю, и ты не будешь летать. И все, и сидит эта тень. Птичка эта превращается в червячка. Вот мы что с детьми делаем. Это просто невероятно. Вообще, я просто это знаю, что все, весь мир, всю игрушку может поменять только женщина. Женщина, проснувшись, даже не одна. Вот как, я правда сейчас говорю, как две женщины. Почему две женщины? Потому что это отражение, зеркальное отражение с одной и с другой стороны. Это две половинки, самые, вот те самые, настоящие, которые имеют одну суть. Искренность, чистоту и интерес свой. Это родник, это и есть вот это чистое сознание. Потому что все, абсолютно все, создает женщина. В семье атмосферу создает женщина. Сознание наполняет. Мужчина наполняет информацией. Наполняет, да. А же именно женщина создает. И поэтому очень важно, очень важно женщинам проснуться. Женщинам начать чувствовать себя. Чувствовать себя. Чувствовать. И в этом весь ключ. Вот в этом ключ. И тогда женщина будет и мужчину чувствовать, и выбирать действительно по чувствам, а не по выгоде от ума. А именно чувствовать, чувствовать, выбирать. И вот это и есть уже любовь, это уже есть свобода. Вот это и есть новая игра. Начинается все с благодарности, чувства любви, чувства счастья, чувства радости. Чувства, 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 чувства. А включить чувства. Как у робота разбудить, как включить чувства. А это мы сегодня проэкспериментируем на людях. У нас сегодня будет эксперимент. С одной стороны, мы посмотрим степень нашего, как работает наше сознание. С другой стороны, мы посмотрим, как оно отражается в людях и как в отражении. Ведь подсознание – это отражающая часть. Как в отражении, в реальности, включается в теле и как это потом проявляется. И как люди по-другому потом чувствуют и воспринимают этот мир. А самое главное – это возвращение чувства благодарности людям. Вот это невероятная сила, потому что эта сила прекращает все войны. Эта сила убирает насилие, эта сила убирает наркотики, курева, алкоголь. Все. Все завершается через благодарность. И нету той игры, которая не свернулась через благодарность. Даже религия сворачивается через благодарность. Все сворачивается. Весь мусор сворачивается через благодарность. Через благодарность мы наводим порядок в доме. И возвращаем в себя создателя реальности. Создателя, а не кого-то другого. И не надо себя преуменьшать и дискредитировать от того, что ты вынес по каким-то убеждениям в объективное Бог. Не надо. Возвращайся домой. Проснись. Инфодайинг – это про просыпание. Начни чувствовать себя. Начни чувствовать себя и мир, который ты создаешь. И этот мир – это ты. Это твоя реальность и твое счастье. Ты пришел в рай, так играй в раю. Зачем ты в раю создаешь ад. Это глупо. Но выбор все равно остается за человека. Да. Но при этом и рай, и ад – это ты. Да. И выбор твой. И выбор твой, да. Субтитры создавал DimaTorzok